всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по москве опять опять я около дома известной актрисы дом ермоловой снимала я здесь год назад случайно шла-шла бесплатно зашла на концерт и попала там очень разрешили пройти бесплатную экскурсию посетить и вот опять та же история случайно тыкнула куда-то и записалась на как выяснилось экскурсию которая называется за кулисами по-моему не за кулисья как-то так полтора часа длится экскурсия бесплатная конечно же я беру вас с собой пойдемте посмотрим еще раз на прекрасный я прям хорошо его помню я по нему долго бродила долго ходила и все три этажа разрешили посетить все комнаты были открыты я хорошо помню но иду еще раз мне понравилось происхождение дома затерялось где-то в руинах времени кто строил его кто был его первым владельцем неизвестно можно сказать недавно при реставрации нашли вкладки кирпичи с леймом 1773 года так выяснилось хотя бы дата рождения вы знаете но я когда вот была на первом этаже там прямо видно что это здание на основе палат там такие ну вы увидите сводчатые такие потолки окошки прям вот все все говорит о том что изначально там были палаты в девятнадцатом веке здание принадлежало разным владельцем которые перестраивали и переделывали его по своему вкусу наверху буква ш это фамилия уже мужа ермоловой который купил этот особняк переделал его по своему вкусу в основе современного дома два здания одно главный дом расположенный вдоль красной линии бульвара и флидель выходящий на улицу торцом он слева в 1830-х годах владельцем усадьбы был действительный статский советник звядинцев при нем усадьба была капитально перестроена был возведен двухэтажный дом а также флидель слева от него как я уже и сказала 1843 году здание стало трехэтажным даже появился застекленный выступ фонарь который первоначально был деревянным в 1873 году новый владелец инженер капитан риме ромейка флидель переходом соединились главным домом появился балкон в 1875 году архитектор чичаков надстроил третий этаж и усадьба приобрела проездную арку слева здесь провела детство артриса и певица мария пуаре автор романса я ехала домой я думала о вас в этом доме с 1889 по 1928 год до своей кончины жила великая русская актриса марина ермолова как я уже сказал картуш с буквой ш на фронтоне это своеобразная имитация фамилии дерба московского адвоката шубинского шубинский купил дом в 1889 году и сюда переехал с женой артрисы малого театра ермоловой они поменяли только портрет здесь навещала артрису немирович данченко станиславский шаляпин ленский после революции шубинский тогда политик и общественный деятель иммигрировал а ермолова осталась в россии а в 1917 году в особняке она устроила лазаре для раненых и продолжала играть в театре 1920 году мостсовет передает этот дом артрисе пожизненное владение после ее смерти в доме сделали коммунальные квартиры в тысячи с 1970 года в нескольких комнатах этого дома располагался музей квартира ермолова где находились вещи сохраненная дочерью ермоловой зелениной свой архив артриса сожгла в 1917 году и вот на основе материалов сохраненных дочерью был создан музей ермоловы открылся в 1986 году ну я записала экскурсию которую нам здесь проводили и я предлагаю вашему вниманию то как слышала я эту экскурсию я замолкаю и даю слово нашему гиду итак детские годы марина караевна вернула мы оказываемся в таком очаровательном пространстве первого этажа у нас сзади нас встречает такой тверской бубар бич он очень красиво посмотрите когда будете входить и атмосфера которая здесь представлена она очень близка к атмосфере в которой находилась Марина караевна детская она родилась в 1853 году в театральной семье ее здесь был помощником гардеробмейстера и интересно что все дети и в том числе и отец с вами связали свою жизнь с телом ее отец был драматическим актером но к сожалению ситуация сложилась иначе и в дальнейшем он уже становится суфлером но он становится отличным суфлером и многие артисты малого театра получают огромное удовольствие он работает с ним он работает с детским и берет с собой юную тогда еще Машу верную и конечно когда она наблюдает за актерской жизнью до тем как актеры оживают и умирают на сцене я думаю здесь происходит ее такое первое подробное знакомство с актерской профессией и тогда наверное она и понимает что она хочет быть актрисой с этой миссией удивительное дискриминание ее в трехлетнем возрасте когда она взбиралась за такими великими актерами того времени как Иван Самарин как Надежда Мурадьева и уже когда она для себя твердо решила что будет актрисой обратите внимание здесь сохранилась фотография дома в котором она провела свое детство и сохранилась еще деятельная фотография где представлена Марья Николаевна и ее сестры Анна и Александра семья была бедной но семья была счастливой по-своему связана с театром и наверное можно говорить о том что ее судьба не могла сложиться иначе как актрисы но меня особенно вдохновляет ее история стремления к мечте и мы пройдя экспозицию с вами видим что несмотря ни на что на свою мечту исполнен не стала не просто актрисой а действительно величей актрисой малого театра вы можете изучить здесь представлены афиши, макеты кого же быть актером в 19 веке на самом деле это довольно интересно Марии Николаевну отец он видит ее стремление он сам на самом деле хотел бы быть актером но он стал только суфлером конечно он стремится помочь своей дочери воплотить ее мечту он отдает ее в 9 лет московское театральное училище вот здесь вот сохранились фотографии вы можете посмотреть училище кстати сохранилось и сейчас и существует записная книжка которую ее отец записал все значимые события жизни там отражена и дата рождения Марии Николаевны и ее сестер и также там представлена очень важная запись я ее пожалуй процитирую 26 сего месяца февраля потому что там будет открыт февраль 1863 года свели Машу в школу это очень значимое событие это действительно такое начало творческого пути однако стоит отметить что на московском театральном училище Мария Николаевна занималась балетом и ей он не нравился она тоже по своим воспоминаниям по своим воспоминаниям она никогда не оставляла мечты и надежды все-таки стать актрисой но занималась отец старался тоже ей помогать и здесь еще очень интересный экспонат представлен фотография кареты юных артистов группами не по одному он возили в Малый театр из Московского театрального училища на спектакле то есть такая интересная камерная атмосфера тоже вот это вот дань уважение к профессии и к ее уникальности и самобытности все это вот является собой и 19-й век и профессия актера она до сих пор остается и сложной для постижения уникальной и все это конечно достаточно большой труд чтобы все-таки стать актером а тем более великим актером как тогда в 12-м веке так и в наше время сейчас мы пройдем к диоразме Малый театр вот он расположен справа еще без памяти по островскому и большой театр они связаны да они связаны напрямую с ее жизнью и с самого момента зарождения еще в ней только мечты и до самых последних дней вся ее жизнь была связана с театральной площадью и обратите внимание что отличается и в Москве то есть сохранен такой уникальный исторический момент в программе сейчас мы с вами не просто смотрим на диораму а мы смотрим на диораму глазами Марии Николаевны Германовой тоже обратите внимание что все изменились, площадь перестроилась и интересно то что актеров, например, не хватало или не хватало, например, артистов которые были на вторых, на третьих ролях и они вот так вот очень компактно, так как удобно рядом постоянно перемещались между малым и большим зеркалом здесь есть как объекты восстановленные так и объекты, которые просто как бы как представлены то есть здесь тоже еще фронеры Москвы и в целом вообще первый этаж это были кухни это были помещения прислуги а сейчас, да, сейчас этот этаж полностью посвящен детским годам Марии Николаевны и как бы являетелем началом этого актерского творческого музыки и идет очень такая интересная работа между художником и режиссером все это связано с театром и об этом, конечно, стоит вспомнить в рамках такого подружения и возможности побыть за пылицами и из этих набросков это такие легкие, быстрые рисунки покачивающие детальные режиссер, так как художником ограничен в творческом замысле и режиссером он отбирает те, что нравятся ему и все они будут служить будущими декорациями они станут в итоге воплощением спектакля после того, как наброски были отобраны, создаются эскизы эскизов тоже делается несколько даже, например, делаются разные цветовые решения выбирается какой-то самый удачный, самый качественный эскиз декораций который ближе всего не только отражает суть того произведения который будет поставлен на ног и, конечно, он должен быть качественный он должен быть интересный, выразительный цветной эскиз передается дальше иногда это один художник, иногда это разные художники или из цветного эскиза уже появляются сначала такие выгорчки сначала такие черновые эскизы, но из плоскости они приходят в объем и это создаются уже объемные декорации пока просто с размерами, они очень активно используются в репетициях так ровникает визан-сцена визан-сцена это отношение актеров к друг другу и отношение актеров к зернице то есть каждый актер на выходе в театр для нас это, например, просто спектакль или секунды а для того режиссера и художника каждое мгновение, смена действующих эскиз на сцене все это визан-сцена и в репетициях чаще всего участвуют черновые эскизы а потом уже с размерами, когда и с выгорчками определился режиссер действительно, это соответствует замыску это удобно, действительно, реалистично подходит актерам и качественно смотрится из зрительского зала из вот этих всех макетов чернов уже простают декорации и декорации уже в цвете, в объеме, с детализацией они уже используются на сцене уже используются в финальных репетициях также существуют генеральные репетиции где происходит сдача спектакля и спектакль начинают уже ставить, играть приглашая детей и негаловажным служит и макет в создании декораций макет, он иногда используется иногда нет, как тоже положительный этап между эскизом и декорациями возможности в миниатюре посмотреть проиграть разные варианты существования предметов и актеров на сцене и подавать на них более удачно потому что все-таки и декорации и финальные декорации стоят очень дорого несмотря на то, что это бутафория я думаю, конечно, все знают, что и стулья не настоящие и предметы, они все более легкие делаются из материалов не прелэммеров не тех, которые используются в реальной жизни все равно часто используют макеты чтобы посмотреть чтобы выбрать наиболее удачное решение макеты делаются иногда даже из подручных материалов то есть там, например, из каких-то коробок из картона, из бумаги просто чтобы рассмотреть в миниатюре и потом уже выбрать такое наиболее удачное решение а мы с вами пойдем сейчас дальше и нас ждет второй этаж это такой парад перед нами открылся прекрасный вид на зимний сад дни спектаклей, дни выступлений он выполнялся огромным количеством цветов и конечно же Марина Николаевна была именно вместе актриса, которая успех, который был признан еще при жизни в первом зале в первом зале приходил праздник Рыжи Суан остались в европе в воспоминании дочери Маргариты о банке отражались и зал выполнялся торжественностью и красотой проводились разные праздники а сейчас в наше время проходят замечательные концерты проходят честные юбилеев актеров проходят чтения, лекции в доме музея могут продолжать жить яркой творческой жизни как и при жизни актрисы проходят разные яркие мероприятия и, например, совсем скоро состоится уже давняя традиция это Рождество в доме музея Марина Николаевна где мы будем участвовать в университете с университетами и мы будем почувствовать эту атмосферу праздника и, понимаете, в такой необычной атмосфере достаточно особенна К сожалению, в Белом зале шло мероприятие концерт какой-то или конкурс и я не смогла вам в полном объеме показать этот зал Когда мы говорим о профессии актера нельзя не поговорить о первом успехе о творческом дебюте таким успехом и дебютом для Марии Николаевны стала роль Эмилии Галлотти счастливый случай привел ее ее знакомая актриса Надежда Медведева я упоминала ее ранее, от которой она наблюдалась с университетом они были знакомыми ставила бенефис в твою пользу и актриса Гриферия Федотова заболела которая исполняла роль Эмилии Галлотти и было необходимо найти за ним Поставила условия что им необходимо еще послушать ее актрису на тот момент Марии Николаевны было всего 16 лет но несмотря на это они встретились снова через время и она была поражена ее такой стойкостью ее творческим талантом она отмечала что не все было идеально но все же она согласилась и вот эта картина она описывает этот важный такой переломный момент эту верху в биографии в том пути Марии Николаевны Гернову жизнь актера она сложна она полна трепетий и от того как актер выступит от того как он покажется себя на сцене будет зависеть все равно в дальнейшей актерской карьере так было во все времена так было тогда так и сейчас здесь мы видим и отца и мать Марии Николаевны которую ее поддержит и она сама по воспоминаниям конечно будучи юной 16-летней девушкой она переживала как у нее получится получится ли у нее интересная атмосфера за кулисами тропа конечно в нее не верила и потом обязательно посмотрите сохранилась афиша известные актеры великие актеры того времени и такая еще юная никому неизвестная гермова уже это всех привлекло но выйдя на сцену она справилась с волнением и действительно это был оглушительный успех после выступления ее множество раз вызывали обид и потом придя домой она вела дневники множество дневников сохранилось она написала в своем дневнике что это был один из самых счастливых дневников в ее жизни можно будет потом все посмотреть и афишу и дневник он здесь тоже представлен и сейчас да сейчас уже очень хорошо возможно увидели рации хотя сохранилась в пространстве Служение малого театра. Это служение продлилось по десятым летом. Здесь представлены фотографии, представлены отношения. Представлены лента, врученные переднадцатилетиями убедили на Тольской сцене в 1890 году журнал «Актист». Представлены теографии, театральные элементы, эскизы, афиши, записки. Все связано с такой жизнью, профессионально чего работала Марина Николаевна Юрьевна. Сохранились столы, сохранились стулья и интересный саморганировка дома. То, что комнатно созданную патруль, мы идем как-то проходя сквозь, это достаточно удобно. Но не отличает такая особенность архитектуры того или иного машин. КОНЕЦ 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 которые готовили. Малахит имеет такой интересный, сложный зеленый оттенок, и мы это все выглядели. Потолки сохранились, а в основном, все-таки, конечно, совместные сложные исторические события, о которых мы будем говорить в дальнейшем, в основном все приходилось восстанавливать, и тоже благодаря водоподлину рабочих художников и реставраторов. Сейчас эта экспозиция посвящена главной роли в творчестве Марии Николаевны Римановой по собственному признанию, это роль Жанны Дарк, спектакля «Альянская дева». Эту роль она исполняла 18 лет, и как раз по воспоминаниям считала, что это ее единственная заслуга русскому искусству. А здесь у нас темноте рабочий стол, сохранился нож для нарезания внимания и пресс, сохранилась мырочка с ее моментами, где она работала, и другие тоже объекты, как бы отличающие вот этот актер у жизни. Интересно, что словно весь дом замирал, когда Мария Николаевна репетировала и работала своими ролями. Сохранился потрясающий костюм Жанны Дарк, но тоже существовал конфликт между театром, между Мария Николаевной, и театр изначально не хотел ставить эту тяновку, поэтому костюм создавался, но много наспеха, это можно заметить. Но все равно, как и всегда, как и с самого юности, с самого детства, вступив на вот этот путь актерской профессии, она отстояла свое право играть, и играть то, что ей важно, то, что ей нужно и интересно. Опять, попрошу кого-то сделать фотографию. Чем больше, чем лучше, горизонтально. А вы еще расскажите. И пока я еще рассказываю, я думаю, что может быть кто-то знает, а может быть кто-то обратил внимание на отличительную особенность у этого особняка. И окна, может быть кто-то заметил? Что вы видите? Геройки. Да и окна какая-то серия. Да, действительно, вот эти окна, они сохранились, они были отреставрены, поэтому они обычные. А здесь вот, приглядитесь, сейчас хорошо видно, например, от розового до фиолетового окна меняют свой свет, они тонированные. Тоже это существует много разных версий теорий, но, например, опираясь вот на эту такую актерскую тематику, такие окна были поставлены специально, чтобы Мария Николаевна была там комплексирована. Потому что прямая солнечная сфера, он не яд, то есть, как бы, это не так походно, не так удобно, а такой мягкий, приглушенный, он стоит в более комфортную атмосферу. Есть и другие разные версии, что прежний хозяин дома проводился в стайные собрания, поэтому были такие окна. Есть более юридическая версия, что я супер поставил такие окна, чтобы она, будучи драматической актрисой, то есть, играют драмы, такие сложные эмоции, то есть, это же все проживание, мы об этом сегодня в рамках этой тематической экскурсии поговорим, чтобы ее жизнь была в таком более розовом среде, чтобы ее все это легче воспринимать. Замечательная фотография Марии Николаевны, в роли Жанны Жар, фотографии тоже других. Мы с вами пойдем далее. Замечательная фотография Не все знают, что она любила выступать на концертах и любила читать стихотворения. Новые репертуалы были Александр Сергеевич Кушкин, Михаил Юрьевич Леонков и многие другие. Сохранилось концертное актристое, сохранились также многие воспоминания. Комерно в этом зале находится записка от двух местных студентов, где они говорят, какое огромное удовольствие получили послушавших ее выступления. Она пользовалась большой популярностью в молодежи, что тоже маловажно, и, кстати, сохранилась в мире до сих пор. Еще был знаменательный случай, когда ей удалось исполнить роль в спектакле вместе со знаменитом Константином Станиславским. Это ее признание было вспоминаем. Он сказал, что тогда действительно почувствовал себя актером. Хотя здесь мне очень хочется поговорить и о роли Станиславского. Я думаю, многие из вас знают, что в конце 19 века театр был более консервативным, и актеры не проживали эмоции. Они их просто играли, и именно сходом Станиславского это изменилось. Он был в новую патологическую систему, и где актеры за счет своих воспоминаний, вызывающих аналогичные чувства, за счет других элементов, они действительно играли, проживая драмы, проживая и другие жанры произведения. То есть мы можем увидеть, как меняется самая система, меняется сам театр. И все это было на граммах, так же времени, в котором находится Мария Николаевна Ельбовна. И, говоря о Станиславском, нельзя не узнать, что эта система изменила весь мир, изменила все авторское представление актера в нашей стране. Актеры, пусть не волнующиеся до сих пор, используя систему Станиславского, проживая драмы, конечно, это качественно, это влияет на театр. И, проходя этот премьер по театральному институту, мне бы хотелось провести свою любимую историю Станиславского о профессиональном статусе, как с режиссурой, так и с актерским искусством. Режиссер – это тот, кто умеет наблюдать жизнь и обладает максимальным количеством знаний во всех областях, кроме своих профессиональных театральных. Иногда эти знания являются, быть, как выработаны какой-нибудь темой, но лучше их накапливать в пробку. Наблюдение тоже можно накапливать в специальных действиях, в образу. А можно приучить себя, наблюдать жизнь и дополнительно складывать наблюдение на полочку высоса. То есть он говорит о том, что профессия, ну, как и актера, как и режиссер, это многограммный труд, где, несмотря на то, что он здесь привычный жизненный настроение, и актер уже что-то постоянно наблюдает, накапливает и свой богатый опыт приносит в свою обществу и жизнь. А мы с вами попробуем аккуратно поднять с полистом. Можно не лучше, чтобы он упорный, а можно аккуратно поднять с полистом. Вот здесь мы поднимем, как все. Уборный Малого театра. При жизни Марии Николаевны здесь ее не было, то есть она восстановлена, но она доподлинно интересно передает атмосферу, которую репетировала великая актриса. Интересно, что, например, это зеркало, то есть прохода нет. Вот вообразить внимание, такой сделан сценографический прием тоже, который сейчас часто используется с помощью оптической иллюзии. Создан эффект прохода, а на самом деле это зеркало, и здесь изображение Марии Николаевны, тоже вы можете обратить внимание. Столик, который когда-то она подарила Александре Яблочкиной, тоже великая актрисе, и она при создании уже дома-музея передала его вновь. И можно обратить внимание на убранство столика. Здесь представлены и, например, кисти в виде заячьих лапок. Тогда еще не было кисти, и для использования пудры, для использования макияжа, использовались заячьи лапки. Множество флакончиков и других интересных объектов. Кроме того, представлен транспарант «Слава Великой Ермоловой», который был использован в демонстрации в честь 50-летия, ее служение у Малому театра, но об этом мы уже поговорим позднее. Еще интересная особенность, так как этот дом-музей он перестраивался, то и переделывался, здесь раньше был проход. Проход был в соседний дом. В соседний дом купил ее супруг Николай Петрович Шубинский, чтобы сдавать. И он был успешным адвокатом, и много в нем было интересных и значимых деятелей, хролей в его жизни. Мы о них тоже поговорим, вы тоже можете обратить внимание. И мы аккуратно поймем. Нет, это прокажет. Прямо? Может, недолго? Очень в старом доме. Наверное, бегу. Я поняла. Молодец. Что вы можете делать? Молодец. Что вы делаете? Что я делаете? Что я делаю? Это пресс-председание. Не знаю. Причем, если нет, это не какое-то динфекто. Может, это не стремление. Не могу. Да? Да? Стремление. Продолжение следует... 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 Неважно, не забывайте, что его подняли в наше государственное государственное бюджетное бюджетное область, а это все же. Сама Мария Николаевна была акцентом достаточно скромной, несмотря на то, что она была актрисой, а Грика, актрисой признана еще в той жизни, несмотря на это, она бы никогда не согласилась, когда бы сама не заказали по воспоминаниям ее в Грузии, в Грузии, в Грузии она была достаточно скромной, и если обратить внимание на юанши дома, тоже не получается увидеть множество, например, каких-то роскошных деталей, все так достаточно лаконично. Литературно-художественная кружок заказывает ее портрет, она соглашается, и этот портрет пишется в белом зале. Тоже это белый зал, как представьте себе, это большой пространство, он буквально все уносили дома, с зеркалами, и он пишет этот портрет, находясь внизу, и садится на скромничку или даже нату, и за это он получился таким величественным, таким торжественным и таким, можно сказать, фонтезом. Я думаю, что многие обратили внимание, а если нет, обязательно мы предложим переходить. На площадке вот этого третьего этажа находится библиотека, то есть видно на ее фроне, это была библиотека. В ней были собраны интереснейшие книги, посвященные нашим народным искусствам, театральному искусствам, посвященные нашим народным правом. Можно просто наблюдать и посмотреть тоже. Основная, например, перестраивалась, и какая интересная фонировка. А мы оказались в пространстве столовой, такой достаточно простой. В ней постоянно принимали гостей, друзей, знакомых, и здесь туда не было какой-то интересной ответственности. Здесь обсуждались огромное количество тем по искусству, про театр, здесь шли спорные дискуссии и другие интересные темы. И здесь все время была такая жизнь, которая никогда не уросала. У Марии Николаевны и Николая Струковича была единственная дочь Маргарита, и как раз у нее воспринимание было восстановлено первое музею. И также были знакомые друзей, знакомых, которые часто здесь бывали, и которые любили забывать обратительно на самовар, на такой стол, на такой массивный интересный рассказ, и на часы, которые работают до сих пор. И в целом на обстановку дома, то есть на такое интересное пространство. В столовой сыгрались такие известные люди, того времени, как Шарякин, Станиславский, Милина, Савицкая, и Федерального Челябинского. То есть можно не просто по такому французу, а представить, как интересный вид, и вид того времени обсуждали самые разные темы, и как здесь была такая живая творческая дискуссия, которая практически никогда не прекращалась. здесь у нас кабинет сотрудников. Игорь Негода. Он и наâm. Он. Он и я. Вот опять-таки продолжается будет интересная тренировка. То есть комната проходит в комнату. Это называется амфилада. Это характерная особенность. Из столов мы попадаем в зеленую гостиную. Еще ее называли классной. Когда диалоги о творчестве, об искусстве не прекращались, то гости проходили из второй сюда, в зеленую гостиную. Здесь было любимое место Марьи Николаевны. Козерка с саниталами. Здесь также дверь, которая сейчас есть. Они, если вы посмотрите, они выглядят на проход как раз-таки реально с лестницей. Но они много любят. Здесь большой пакет Николая Петровича Живонского. Тоже можно обратить внимание. Здесь продолжаются эти творческие диалоги. И такая интересная жизнь. Беседа за чашкой чая. С разными значимыми деятелями того времени. Также обоснованная рояль, который сохранился. Мария Николаевна любила играть. И любила играть на нем с дочерью. Ее любимым композитором был Юг Бетховен. И тоже значимая особенность, интересная архитектура. Тоже подойдите, обратите внимание. 2 мая 1920 года произошло ключевое историческое событие. Это было знаменитое шествие в честь 50-летие служения Марии Николаевны Малому театру. Собралась вся творческая театральная Москва. И они провели шествие от Малого театра, от Котверского бульвара до дома Марии Николаевны. И она видела это шествие и видала. И это был такой и светлый, и одновременно праздничный, и торжественный момент в ее жизни. Интересно, что это состояние у нее неокровнево. То есть это такой момент тоже для актера его честного и признания его за суд, что, несмотря ни на что, важен каждый творческий начал с тем. Поклонники творчества Марии Николаевны часто приходили сюда, зная, что она любит или она с ним, что она здесь находится, в надежде увидеть ее силу или. А может быть, кому-то везло больше, и она выходила на балкон, и они видели великую актрису. Далее мы в эту комнату не проходим. Это актуальная, но можно по-английски посмотреть. Это такая комната, которая сохранилась больше всего. Кроме того, в ней сохранились исторические полы. То есть вот эти полы, все, которые мы прошли, это все-таки восстановлено. А там, вы обратите внимание, это исторические полы, и это спальня. Лучше по одному, и не перевешиваться. А мне слышите, пожалуйста. Вот. И последние годы, вот 2 мая 1920 года происходит это торжественное театральное шествие. К 1921 году она играет свою последнюю роль, и заканчивает эту свою теорическую, театральную карьеру. Но она продолжает свою свою жизнь. У нее было огромное количество книг, которые она ее читает, и перечитывает. И она читала, перечитывает, в спальне. Она была религиозной человеком. Тоже очень много времени. У меня это очень посыдно, и поздно было обманулись. И немного времени проводилось даже, значит, на книги, для детей, для детей, для детей. И важно еще почему-то, что у нас есть такие яркие, интересные истории, у меня дочери, друзья, знакомые. Их даже нечетливые дни. Дом, где можно подробно прочитать. Как вы сказали, вот такая вот интересная изначенная жизнь, творческая дивиденция с 19-го века. Карл у меня тоже, наверное, понимаешь, что он проходит сквозь зону, он у меня работал, загорался, а сейчас являлся просто частью экспозиции. К ней, ближе уже к концу своей жизни, она уже не занималась с творческими ролями, она уже просто жила как разными жизнями. Вот опять-таки, многие, кто ее встречал, то есть не общался, кто раз был здесь и рассматривал интерьер, а сам это опять-таки, вот, отмечает эту тему, то есть травмостную, неволенную коммунцию. Миштайн говорил о том, что она великая актриса и безумно талантливая, хотя это было призвано еще при жизни, и все эти люди на сцене говорили о том, как она передает такое важное актерское понятие как «правда жизни». То есть она играет так, что она действительно хочется верить. И так и получается. То есть она не просто играет, а она живет, и вот хочется верить, и все вокруг нее оживает, и в бутафоре оставаться настоящими предметами, и ее действительно хотелось кушать и свежить. И в 1928 году именно в этой доме, именно в спальне, завершается ее такая земная жизнь. Но после, когда в этой доме продолжает жить ее дочь, она является первым хранителем этого домного музея, первым, что сохранил его. И самое дорогое хочется отметить, что он пережил в разные периоды, и пожар 1812 года, и глип в отечество больно, и такие трагические после революционных события, когда в доме всего 22 комнаты. И перед домом молитвы, и в первую очередь в облаку занималась Марина Николаевна и Николай Кутерлова. А после революции они стали коммунальные квартиры, тоже все у меня вот все перестраивались, далеко не все сохранилось, к сожалению. И вот эти последние, после революционных годов, Николай Петрович уехал за границу, а она жила вот в этих двух последних комнатах. Все остальные комнаты стали коммунальными квартирами. Но, несмотря на это, хочется отметить вот эту ее волю в мечте, стремление, и то, что, несмотря на то, что не всегда и не все в нее верили, не все воли были важны, у нее был огромный творческий потенциал. И сейчас многие талантливые артисты, многие студенты изучают ее роли. Конечно, нет никаких записей, потому что это был 19-й лет, но есть воспоминания. И через эту творческую актерскую призму они ищут. Ищут ее секрет, ищут ее творческое вдохновение. Но, мне кажется, самое главное в этом актерском мисперспект это стремление к мечте. Именно стремление к мечте могло исполнить актерскую мечту и стать великой актерской малой театра, тогда, сегодня и в будущем, на новом древнете. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, удивительно, я во второй раз уже в доме Ермоловой и совершенно другое видео, совершенно другие комнаты. В прошлый раз я не была в ее гримерной, перед кабинетом ее мужа. Что-то я вот это не помню. Поэтому каждый вот приход сюда, вот уже второй приход сюда, это всегда все как-то снова. Вот. И что-то новое в любом случае я увидела в этот раз, узнала. И, конечно, с экскурсией было интереснее. Ну и сейчас вот при спуске на лестнице вы увидите библиотеку вот в окно. Вот она. Но в библиотеку мы не ходили. Я не знаю, туда, по-моему, не водят вообще. Ну, в общем, вот так. Такой у меня получился обзор дома Ермоловой. Большой, но как есть. Ну, вот и все на сегодня. Всем огромное спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Как всегда, я приглашаю вас подписаться на свой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем здоровья, добра, удачи и благополучия. Пока-пока. До встречи.